Этой осенью вот сейчас был последний мой эфир на дожде, как сказала сегодня Грета Тунберг. Вы украли мое детство, телеканал Дождь украл мое детство, потому что сейчас мне 52 года, а последние 7 лет я провел на дожде, примерно вот в этом белом стуле, иногда выезжая в командировки. Я не могу сказать, что я был легким партнером, наверное, для Наташи Синдеевой и для главных редакторов канала, включая Сашу Перепилова. Я многому здесь научился, потому что когда я пришел сюда с телеканала НТВ, я был довольно пафосным, довольно дутловатым и зажравшимся человеком с федерального канала, увидев здесь молодых людей, которые снимали на маленькие-маленькие такие камеры, быстро все отнесли в эфир, без всякого телесуфлера говорили спокойно на камеру, иногда всякую чушь, я был, конечно, поражен абсолютно, потому что вообще, ну так не полагается, так не делают, не бывает канала, который делается на коленке. Через 7 лет я понял, что настоящий телевидение так и делается, а главное, что если говорили о пистолете Кольт, как о великом уравнителе в Америке, то великим уравнителем вот сейчас, спустя 7 лет после того, как я на дождь пришел, является, конечно, Ютуб, потому что в Ютубе мы как в бане. Неважно, ты граф, герцог, ты можешь быть очень толстым и некрасивым герцогом, а ты можешь быть худеньким, поджарым курсантом или спортсменом, вы понимаете, кого я имею в виду. И в бане вот худенький, поджарый спортсмен будет выглядеть гораздо эффектнее, что мы видим по миллионным просмотрам человека, которого зовут Юрия Дудь. И таким образом этот великий уравнитель Ютуб, он делает всех, в общем, в каком-то смысле посетителями бани. И телеканал «Дождь» при этом, он такой же, как и первый канал. Он такой же, как и каждый блогер из Самары и Саратова, который решил заявить о себе. У всех есть равные шансы, Ютуб дает нам равные шансы. И поэтому я считаю, что даже уходя из этого канала, я все равно, мы остаемся в одном этом пространстве, вот этого великого уравнителя Ютуба. Я страшно благодарен Наташе за то, что она меня терпела все эти семь лет. Я благодарен всем, кому мне удалось, я не могу сказать вырасти, но помочь вырасти, а мы трудоустроили уже людей, я думаю, в несколько крупных телеканалов, телепроизводств и так далее и тому подобное. Поэтому всем вам, особенно кто смотрел, кто еще за это деньги платили, я вот это вообще понять не могу, вы еще за это деньги платили. Знаете, смотрели, вы еще деньги за это платили. Огромное вам спасибо, потому что на эти деньги мы живем. Мы, видимо, долго еще будем жить. Я ухожу на телеканал «Пятница», буду заниматься там научными проектами. Не такими, я бы сказал, гладенькими, какие они были на НТВ, а гораздо более шокирующими. Я надеюсь, что мне удастся вас в этом убедить и вас этим увлечь. Встретимся все вместе на пространстве вот этого огромного пузыря ютюбовского. Ну, в общем, как бы совсем уже пока. Как ваша фамилия? Моя фамилия Соловьев Владимир Рудольфович. Я вас знаю. Естественно. Меня знает вся страна. Наш коллега Павел Лобков, телеведущий телекомпании НТВ. Расскажите просто, почему вы пришли сюда сегодня? Ну, я отработал. С нами в студии сегодня журналист Павел Лобков. Павел, здравствуйте. Я сам был уволен с канала НТВ в Новый год. Здравствуйте. Я Павел Лобков, ведущий канала «Дождь». Это лобковская пропаганда, лобковская пропаганда, лобковская пропаганда. И я Павел Лобков. Меня зовут Павел Лобков. И это мой кусок. Томерантинский. «Подожди, дожди, дожди, я оставил любовь позади, и теперь у меня впереди дожди, дожди, дожди». Мы ведущие многостаночники. Мы с удовольствием ведем и дневные новости, и вечерние, а также стоим с микрофоном в замерзших руках на зимних митинговых площадях. Да, да, я бедная колбаска, гулял я в лесу и встретила большую-большую колбасу. Студия слышит меня? У них нет пывочки отвечать обычно. Давай приписка. Значит, Сечин, Сечин, Сечин. У нас в трех новостях Сечин. Сечин зарегистрирован. Сечина встречает Москва. Сечин хочет в Германию. А почему в какой-то витер не войдет? У всех кашляет. Не могу камеру мне как-то здороваться. Здороваться, куда мне? Это я могу продать? Вот это я могу продать? Вот это я могу продать? Я понимаю, что козырь получился. Вот это он будет продавать? Давайте, я не знаю, что за мудаки здесь работают, чертам собачьим, уволят всех. Меня будет здесь, позвали. Тишина, пожалуйста, 10 секунд. Тишина, пожалуйста, 10 секунд. Как пыль за эту селфи-палку? А вот там как-то вот здесь надо что-то нажимать. Вот, вот. Вот. Сейчас вот такая дует. Мой оператор снимает, оператора РТР. Меня зовут Павел Лобков. Здравствуйте. Извините, я сейчас на России поработал, сейчас поработаю на дождь. Вы можете почувствовать себя, Ксения Собчак. Линейка тарифных планов единый православный, СМС цитатами святейшего патриарха Кирилла, 0 рублей. Чтобы земля была славна, чтобы все мы жили в мире и счастливо. А кто в гордыне своей усомнится в подвиге героев-панфиловцев, те мрази конченные. Мрази конченные, мрази конченные, мрази конченные. Я сказал, поехали. И махнул рукой. Уходя, закроет за собой фейсбук. Сейчас вы видите, как Павел Альбертович Лобков ищет различные фейсбуки. Нет, это не перечит. К сожалению, операции не удалось. Извините, в этот раз это не получилось. Нужно оперативно. Вот, например, есть фейсбук Владимира Роменского. Сейчас мы... И вот в данный момент вы наблюдаете, исторический момент. Тихо на вас. Вы удовлетворили вашу жажду? Да, мы молим более чем. Фамилия, имя, отчество. Лобков Павел Альбертович. Сколько сегодня употребил уже? Грамм 50 пармезона, наверное. К вашим сведениям, меня зовут Матильда Феликсовна Кшесинская. Так, старушка, мы торгуем тут чем-то? Меня зовут Павел Могучий, и я иду на телеканал «Дождь». Тетя Света. Не тетя Света, а Светлана Юрьевна. Евгения Марковна, добрый вечер, спасибо, что пришли. Спасибо, Леша. Вы работаете в ГРУ? А вы работаете в ГРУ? Я нет, а вы? Я не знаю. Этот парк построили американцы, а вы возмущены? Тебе нравятся санкции? Да. Правильно говоришь. Давид, навальнят. Давид, навальнят. Давид, навальнят. Скажите, пожалуйста, как вы долго тут стоите? Знаете, стоять – это моя основная профессия. «А что я совершил? Дети? А это констюм «Шалюн» называется. Так что не ждите. Злые вы! Выдву я от вас. Паш, ты что, правда уходишь, что ли? Мы буквы. Я последний раз буквы. Внимание! Спасибо за внимание. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну и там вот уже из мешочка Когда это все посыпется Но это посыпется не скоро Хорошо Я уже тебе говорила Я с огромным горечью отпускаю тебя, Паша И знаешь, как Когда очень родного человека Я тут недавно начала вспоминать Как ты пришел, я нашла первую нашу твою переписку Я даже нашла условия твои первые Они меня удивили И ты знаешь, я вдруг поняла Что ты всегда был на дожде Мне казалось, что это было с самого начала И, конечно, я сейчас отрезаю от себя кусок себя Честно Я очень хочу, чтобы у тебя получилось Мне не то, что я тебе желаю Знаешь, там мега успехов Я просто К сожалению, знала бы Сохранила бы все артефакты Количество заявлений тобой написанных За эти 7 лет, Паша К сожалению, сохранила последнее только Понимаешь? Я не был Легким партнером, Наташа Значит, если вдруг тебе что-то будет не нравиться Там, где ты будешь работать Ты можешь надеть майку Фэйк Ньюс И отлично мне провести выпуск А я новости не буду больше вести Ну, что-то Значит, смотри Это понятно, что наш оптимизм есть Но мы все живем в реализе Мы все понимаем, где мы с вами живем Спасибо Уважай свое новое начальство И передай ему большой привет И всех них жест Да, мы с вами друг друга знаем Выходи отсюда сухим из воды Я уверена, что у тебя все так и получится А если тебя там все достанет То ты скажешь вот так И мы тебя будем ждать Спасибо Это наши новые коллеги Это трусики неделька Это майка неделька Сначала Уважай свое начальство Потом Пришел Реалистик То есть мы понимаем, где мы живем В среду Нет, в среду у нас В среду у нас Нафиг такую работу И выйти сухим из воды Вот это Всего четырех дневка Мы одну заберем А четырех дневку же нас установили Ну, конечно Установят скоро Да, то все в порядке Уважаем Всем огромное спасибо, Наталья Ура! Это Я тебя люблю. Это, правда, браво. Пашечка. Ну, сейчас заплачу. Да ладно. Все, у нас там для тебя и шампанское, подарок еще. Пойдем туда. Спасибо. Всем пока. Ну, мы с вами не прощаемся. Мы все равно в одном... Мы будем рассказывать, где Паша и что он делает. Да, я вам сам справлюсь. И как вы помните фамилию? Эту фамилию сложно забыть. Твою фамилию.